Малышка, живы я, привет, привет, привет. И чё это зовётся? Пусть труится на твоей звуще Не тот вечерний, несказанный свет. Пишут мне, что битая тревогу Загрустила жидко о волне Что ты сейчас заходишь на дорогу Девочка, девочка, зачем тебе этот мальчик? Ты думаешь, мальчики что-нибудь понимают женщины? Я не женщина, я... Да, конечно, естественно, естественно Ты же мечтаешь о настоящей любви Но что может дать неопытной мать Да такую девушку, как ты, может оценить Только человек с опытом Что этот мужчина может по-настоящему понять Девушку Потому что её прелесть Потому что её достоинство Тайну её Любовь Слишком серьёзная вещь Сама понимаешь Когда дело доходит до половой сферы Вот, вот тут-то всё и начинается Да, 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 не надо, я... Хорошо, хорошо, я ещё хотел-то Я... это я так... Так, я тебе вообще-то принёс Так, ну, друзья, мы ещё такие... О, молодец, вот только что могу сказать дальше Ой... 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 Хорошо, хорошо, давай так... Я тебе погадаю... Ну давай, не бойся... Да я умею, ну... Умею, умею... Не бойся, иди сюда... Иди сюда... Иди сюда... Давай, я буду гадать, а ты будешь как-то... Замечай-то, давай... Я не могу, я... Замечай-то, давай... А кто ж как-то это будет делать, ну... Уже размечатали... Что же, я опять их, да... Не бойся... Ну, вот и молодец... Садись... Я хочу оградить тебя и Мишу от ошибок... Да ну что вы... Да у нас с Мишкой у нас... У нас ничего нету... Сегодня нету... А завтра будет... Иди-давай свою руку... Ах, какая у тебя рука... Очень сильная... Страстная женщина... Вот по этой линии все видно... Ты посмотри, посмотри, посмотри... Ты не торопись, не торопись... Все твои... Я говорю... А рука у меня... Вот посмотри, вот эта линия... Очень сильная... Страстная женщина... Дядя Витя, не надо... Вдруг кто войдет... Никто не войдет... Все у Клавы ужинают... Ты не должна меня бояться... Ты не должна меня бояться... Жизнь у тебя только начинается... Нельзя вот так сядь и сразу ее испортить... Какие у тебя коленочки... А Леночки... Дядя Витя, не надо... Вдруг кто войдет... Увидит их... Посмотри, какие у тебя ножки... Какие у тебя ножки... Просто... А вы здесь? А мама думала... Вы пошли в магазин за водкой... Да ёкалым она... Там же все есть... Там и водка есть... И для дам есть сладенькая... Там в пакете иди... Открой... А ты чего? Такая... М? Какая такая? Мы тут... Мы тут... Дядя Витя разговаривали просто... Да, дядя Витя? Ага... А тебе, между прочим? Миш, ты давай это... Ты и дядя Витя потом придет... Нет уж... Знаете ли что? Это самое... Пойдемте-ка вместе, дядя Витя... Как мы договариваемся... Пойдемте вместе с вами... Пожалуйста... Слушай, тебе сказали русским языком... Давай... А ты помолчи, Пенькова! Тихо-тихо-тихо... Миша, Миша, Миша... Что? Миша, Миша... Миша никогда... Никогда не испытывает терпение девушки... Читаю лекцию... Девушки не любят, когда их не слушают... Когда им перечат... Они грубости не любят... Они любят нежность... Ласку... Витя... Миша... 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 Ласка, Миша, Миша, Миша... Редвитяна, я вот вам всё время удивляюсь, а чё такое? Как вот вы умеете вот так вот всё вот говорить, а? Как? Читал много. Интересовался всем на свете. Я хочу быть тебе полезнее, Миша. Вот станешь поэтом, а? Лауреатом, как Михалков или Симонов. Вот интересно, вспомнишь ли тогда некоего Виктора Михайловича, который тебе добра желал? Я думаю, ты способный мальчик, но только знаешь никаких вот этих самых мусорных слов. Ну, так сказать, понимаешь, ведь что такое поэт? Поэт — это слова свои, необыкновенные, свежие слова. Ведь кругом не слова, а дохлые мухи, одна газета. Но если вы, поэт, художник, вы должны быть оригинальны, неповторимы во всём. Вот, к примеру, но не может поэт сказать «пришла зима». Скучно, так все говорят. Как говорит поэт? «Зима! Крестьяне торжествую я! На дровнях обновляет путь, и в лошадке снег почуя, плетётся рыжь, как огонь». Подожди, погоди. Я отведу тебя к одной даме в букинистический магазин. А вот она тебе покажет настоящих поэт. Здравствуйте, Кира Августовна. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Позвольте вам представить, это Миша, мой юный приятель, большой книголюк, поэт. Мир спит неверой о нём, а он по ночам на кухне пишет стихи. По-моему, это ваш клиент. Очень приятно. Да вы проходите. Кира Августовна, позвольте небольшой презент от нашего коллектива. Цветов, извините, нет, но это даже лучше. Яблочки прямо из Алматы. Не можете выпить презента, просто как-то неудобно получается, Виктор Михайлович. Спасибо вам большое. Ну и какие же... Кто-то у нас тут шатался. Какие же молодой человек любит стихи? Я? Ну, конечно, вы. Да-да-да-да, я все стихи люблю, все книги люблю. Все? Ну, например. Например? Давай. Сейчас. Сейчас. А, вот. Например. Беликопыта, Беликупта, Грит, Град, Гроб, Грук. Мояковский. Да, Мояковский у нас самый любимый. Да. Ну, вы же знаете, Виктор Михайлович, у меня к Мояковским, но... Как-то не очень. Я помню, я помню, я помню. Да-да-да. Ну, а еще что? Еще? Сейчас. А, вот еще. Ты жива еще, моя старушка! Живу я! Привет тебе, привет! Есенин. Ну, знаете, какое-то на самом деле очень странное сочетание. Да нет, Киран, все дело в том, что у него мама, она очень часто по гитару поет эту старушку, а он мальчику с приючем и поет. А вот мы сейчас посмотрим, понравятся ли молодому человеку вот такие стихи. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда, Солнце останавливали словом, Словом разрушали города. А кто это? Это Гумилев. Кто? Николай Гумилев, не слыхали? Нет. Но забыли мы, что осиянно только слово предземных тревог. В Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. А я, вы знаете, даже никогда не слыхал о таком. А почему? Ну, потому что молодой человек, Николай Гумилев был расстрелян в двадцать первом году. А, его белые расстреляли, да? Нет, его расстреляли не белые. Николай Гумилев был мужем Анны Ахматовой. Об Ахматовой вы, конечно, слышали? Об Ахматовой я читал постановление Центрального комитета о журнала «Звезда и Минград». Она блудница, черница и антисоветский писатель. Вот. Постановление читали. А стихи ее, вы знаете? Да вы что, она ж блудница! Какие стихи-то? Боже мой! Мне ни к чему Родические рати И прелести легических затей. Но мне в стихах Все быть должно Не кстати, Не так, как у людей. Когда вы знали, Из какого ссора растут стихи, Не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забор, Как пухи или беда, Сердитый огонь, Запах дегтя свежих, Таинственная песня на стене, Весь стих уже звучит задорен, Держит на раз-два И мне. Да. Точно! Это ж точно! Вот когда пишешь, оно ж так... А это какая Ахматова? Наверное, какая-нибудь другая Ахматова, да? Ну что вы, это та самая Ахматова, Анна Ахматова. Другой Ахматовой не существует. Да я не понимаю, А почему же здесь такие прекрасные стихи И назвали грудницы? Ну, это уже другой вопрос. Ой, а можно у вас книжку посмотреть, а? Да, конечно. У вас такая книжка, вот эта интересная. Вы видите у нее странички обгоревшие? Пока. Представляете, я ее из огня спасла. На пожаре? Да, на очень большом пожаре. Тогда такие книги бесценные Живались целыми кучами, кострами. Не фашистами, да? Нет, не фашистами. В смысле, ну, белыми, наверное, да? Совсем даже наоборот. Кира Уссена, разрешите взглянуть? Да, конечно. Виктор Михайлович, а вы что же эту цену ищите? Она у нас не на продаже. Сколько? Виктор Михайлович, в этой книге цены нет. Виктор Михайлович, она очень дорога для меня. Виктор Михайлович, в этой книге цены нет. Надо, мальчик, надо. Сколько скажете, столько дам. Нет, Виктор Михайлович, даже не простите, не простите. Скажите, а может я вам ее почитать дам? Переписать. Только я умоляю вас, не потеряйте. Пожалуйста. Ну, вы знаете, я вот все-таки не понимаю. Ну, почему же ее за такие прекрасные стихи и назвали антисоветским писателем? Бедный вы мой мальчик. Ну, так же вы не знаете. Ну, хорошо, был золотой век русской поэзии, да? Да. Это Пушкин, Лермонтов, Фетт, Тютчев, Некрасов, Тургений. Да. Будет быть еще и серебрянее. А это Ахматова, белый пастернак. Пастернак. Пастернак не сидит. Да. Ну, подожди. Ну, подожди. Ну, кого вы сейчас называете? Кого? Это же белые эмигранты. Они от нас убежали и бросили нас. Ну, стихи-то они не убегают, юноша. Стихи. Они же остаются. Кирович, у его отца нет. Помер. Мать простая женщина. Жизнь усилена. Нет, 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 Виктор Михайлович, даже не говорится. Я вижу, что... Миша не простой мальчик, я чувствую. Извините, пожалуйста, а вот стихотворение вы сейчас читали? Что стихи растут там, забора, мусора. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Это тридцать пятая страничка, третья стропа сверху. Ага. Нашли? Да, 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 хорошо. А хотите, я вам почитаю Светаева. Кого? Марина Светаева, великая русская поэтесса. Да нет, она даже не поэтесса. Она поэт. Она сама очень не любила, когда ее называли поэтессой. Совсем недавно, в сорок первом году, Марина Светаева повесилась в Елабове. Как повесилась? Какой Елабове? За границей у нас, да? Нет, ну почему же? Марина Светаева вернулась в Елабове. Это у нас в Шотовской эссе на реке Кам. Отчего она? Отчего? 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 Яковский. Чего? Вот вы, вы послушайте. Писала я на аспидной доске И на листочках вееров поблеклых И на речном, и на морском песке Коньками кольдры и кольцом на стеклах И на стволах, которым сотни зим И, наконец, что было всем известно Что ты любим, 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 любим Расписывалась радугой небесной А вот еще моим чтехам написано так радо Что и не знала я, что я поэт Сорвавшимся, как брызги из фонтана Как искры из ракет С разносных пыли по магазинам Где их никто не брал и не берет Моим стихам, как драгоценным льдинам Настанет твой черед АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, хоть что-нибудь, да? Ничего мне про себя рассказывать Ой, да ладно, Борис, ну что? Спасибо, Анна Тарапат, спасибо, спасибо, спасибо Ну что, родился в Магитогорске Да? Учился, работал Ага Ну, по семейным обстоятельствам Приехал в Магадан, там я тоже работал на производстве О, здорово Совсем недавно перебрался сюда, в Москву Живу у тетки У тетки, да? Да Работаю в прокатном цехе, это вы знаете Вот и все Ну, молодец, а говоришь, нечего, да нечего Ну, спасибо тебе большое, спасибо Да, Анна Тарапат Подожди, Борис Борис, ну я понимаю, ты у нас новенький в нашем литературном объединении Ну что, стесняешься читать свои стихи, да? Стесняешься, я вижу Нет, я, Надежда Кузьмича, я так не умею, мне гитару нужна Покучи Ой А гитару мы сейчас у соседей попросим, а? Давай, проходи Давай, давай, давай Я добрая, я не кусаюсь Давай, давай, сейчас Миша Да? Ой, хорошо, что ты дома Да, я не спустилась Да Знаете что, оттуда я хотел вас попросить Ну как здесь можно, он раньше времени принял Да, Миша, я уже одну, я же... Ну что же, плитопеденение, я же пишу Ну подожди, ну подожди Чего? Гитару нам лучше, да? За чем? А Борис нам стихи и читать станет Гитара? Так, проходите к нам А, не-не-не-не, мы вот здесь, в коридорочке, правильно? А, сейчас принесу Давай, давай, давай Сейчас я... Проходи, 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 я сейчас... Вот Меня Миша зовут Борис, Борис Микулина, она сейчас... Ну, принес в город Надежда Мишина, а вот вы сами знали кого-нибудь из старых боев? Ну, смотря о каких старых, Пушкин их, конечно, не знал Не, ну а Есенина... Видела? Видели, да? Да, похороны... Да... Вся Москва была... Маяковского, Маяковского... Не-е-е, у Маяковского на похоронах не была А вот Твардовского видела, знаю, приходил в наше лицературное объединение Мальчишки, Василий Дёркин и нам читал Ну помните, переправа, переправа, берег слева А почему Маяковский застрелился? Маяковский... Маяковский был и остаётся лучшим и талантливейшим Поэтом нашей эпохи Правильно, кто сказал? Это товарищ Сталин сказал, я помню Правильно, Борис, ясно? Надежда Кузьминевич, скажите... Всё ясно? Ясно, не ясно, да Но вы скажите, знаете ли вы тех поэтов, которые были у нас, Но потом, правда, ну вот так случилось, что они от нас уехали Знаете, мне от кого начали? Кто это? Эмигранты, да? Там были очень хорошие поэты, там были символисты Ахмиисты, футуристы, им уже и не идут Миш, ты чего? Зачем они тебе? Они уехали Понимаешь, уехали, они нас бросили И все, между прочим, они их забыли, и ты, Миша, зовут А я вот знаю, я читаю Ага, стоп! Давай вот лучше свои стихи читать Давай Так, ты давай Как удобно, человек! В грехах мы все, и святых среди нас нет А если ты свят, ты мне не брат, не друг мне и не сосед Я был в беде, как рыба в воде, и понял закон простой Там грешник приходит на помощь, где от тебя отвернется святой В грехах мы все, как все Да! Мы цветочки поливаем Ну? Ну что? Я тебя спрашиваю, ты что прочитал, а? Ты что прочитал, а? Что это за стихи, а? Что это за стихи? Кто сейчас такие стихи пишет, а? Кто? Один же спрашной пессимизм, а? Не усима! Молчать! Тебе вообще все стихи нравятся А как вам пастернак? Что пастернак? Пастернак одна за умом В тот день всю тебя от гребенок до ок Как трагик в провинции драму Шекспирму Насилу Я с собою И взнал на зубок Шадался по городу И репетировал Какая ты сам? Между прочим, ваш любимый Маяковский цитил Ахматов Знаете Ахматов? Да я шагер Фу! Да вы что? Господи Да Ахматов Партия осудила Вам вообще ее в руки брать нельзя Да понимаешь? В руки Борис 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 Погодите пожалуйста Вы знаете у меня есть одна книга Дома там Я хочу именно вам ее показать Пойдемте ко мне Вот сюда Пойдемте Проходите вот сюда Борис Погодите А?... Футбов Что это мне любишь? Ну Uganda Аwie Что Alan Кто делает? Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш... Мне подменили кровь в восемь пункт и штат. Из крови, пролитой в боях, Из праха, обращенных в прах, Из мук, казненных поколений, Из душ, крестившихся в крови, Из ненавидящей любви, Из преступлений, из туплений Возникнет праведная Русь. Я за нее за всю молюсь. Своими кольцами, она упомнила, Ко мне ласкается меня душа, И эта мертвая, и эта черная, И эта страшная моя душа. Знаю, в гибриде все. Я к ней вошел в полночный час, Она спала, луна сияла, Под ее окном, и одеяло, Светился спущенный атлас, И вам не дыр. А вот, Михаил Кузьмин, О, быть погиб, какое счастье, Какой безмерный в прошлое виден свет. Так после лета, зимняя ненастья, Все помнишь солнце, хоть его уж нет. А вот еще, знаете, пастернак про море, Мое самое любимое. Я ведь у моря родился, в Севастополе. У меня там, ну, отец работал. А ваш отец погиб, да? Да, дед, видать, погиб, мы с мамой так не узнали. У вас так бывает? Все на этом взлете бывает. Ты лучше читай. Приедается все. Лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, и годы проходят, И тысячи, тысячи лет. Для ряности он, Я тут сделаю ряность на кассе. Может, ты-то их в море и сводишь, И сводишь на нет. Мам, 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 Следующего субтития опять твое. Лучше про втором ряду билеты возьмут. Мам. Привет, познакомьтесь, пожалуйста. Это Борис. Он тоже стихи пишет, тоже парит. Занимается в этом единении, Где наша медведева старостой. В прокатном цехе работает. А это моя мама, Анна Тарасовна, Она позже работает. А это дядя Витя. Наш друг. Очень приятно. А вот берите вы, Виктор Михайлович, Он билеты достал. Ой, как отставок. Иду к маме. Вы сейчас ставите. Оставайтесь, пап. Я сейчас перейду, Вы должен. Спасибо. Мне нужно домой, Меня тетя ждет. Правильно, давай туда за тетей, Тетю сюда. Да ладно, да, да. Все, друзья. Да у меня все еще раз. В следующий раз, спасибо. Провожу, пап. Берем, я сейчас еще раз. Ну, направо. Слава, он из Магадана. Надо мной небо синий шелк. Никогда мне не было так хорошо. Что, в Магадане? Не люди, что ли, живут? Славочка. Из Магадана. Славочка. Плехановский на экономику и никакого литература. Не надо. Не скрывай, Магадана. Не скрывай. Да, да, да. Илья, спасибо. Мне вас надо вот так вот попросить. Ну, вот так вот попроси. Я для тебя на все готов. Вот она, твоя идея. Твоя идея, наша работа. Уже артель наладили. Скоро первую партию игрушек продавать начнем. Илья, ну здорово, здорово, здорово. Дядя Кирик, ну тем более, по такому случаю, пожалуйста, вы бы не могли бы мне выделить немного денег. А чего? Мне на книге, дядя Кирик. Конечно, да. Честное слово на книге. Ну, конечно, на книге. А книга, я знаю, что на книге там для тебя целая кипа приготовлена у меня. Кира Агуст наговорила. Говорила? Говорила, говоря. Про меня говорила, да? Про тебя говорила. А что говорил, дядя Кирик? А что говорил? То, что я всегда говорил. Умный говорит. Талантливый мальчик. Красивый говорит. Да. Честно. Вот тебе, Агуст. За идею. На книге, дядя Кирик. На книге, понятное дело, на книге. А вы бы не могли бы мне рассказать про нее немного, а? Ё-о, ты умишь. Нет, 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 я мало что знаю. Нет, ну я знаю, что до войны в Ленинграде жила. Учительницей в школе работала. Жених у нее погиб на войне. А сейчас? Что сейчас? Ну, в смысле, она с семьей. Ну, в смысле тебя интересует. Нет, мужа нет, а одна же. Как этот жених погиб? Да. Она и книжка. Она и книжка такая. Она, блин, она все. Стой, не, она вообще на всякий взрослый. Сейчас без слов. Глянулась она тебе, да? Глянулась. Она, что ты сейчас говоришь? Она взрослая женщина. Да стой, вот что ты такое говоришь? Ну, что значит взрослая? Что значит читаем лекцию? Для женщины важен не возраст мужчин, а его голова. У, галант, характер. Мне самому всегда нравились женщины по старшим. Ну, а что девчонки? Ну, что девчонки? Ну, они же дурочки, ничего не понимают. А вот женщина. Бальзаковского возраста. Совсем такое дело. Да у меня жена. На 15 лет старше ничего. Живем, живем. А вот это первая моя глава. Это особая глава. Это роман. Это... Это... Это Санта-Лючинья. Слушай, а давай мы ее спросим. А у кого? А у кого? А у кого? Героят, Господи. А! Прекрасный ресторан. Посиди, поговори. Да ты не скучайся, не скучайся. Пригласи бы все дела. Положись на меня. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ